В пятом выпуске журнала корпоративной информационной системы за первый квартал 2019 года включает в себя такие статьи, как дизайн мышления, международные стандарты финансовой отчетности, критическое мышление, вторую часть статьи по моделированию бизнес-процессов и организационных структур, а также управление отклонениями в проектах внедрения ERP-систем. В статье под названием «Дизайн мышления» дается описание данного метода решения творческих задач. Изначально описывается история создания метода дизайн мышления. Дальше приводится описание данного метода. Особенность метода дизайн мышления состоит в том, что он позволяет поставить на место конечного пользователя, проектировщика будущей системы, тем самым тот узнает все необходимые требования к будущему программному продукту в частности. В статье также дается описание всех этапов применения методологии дизайн мышления, как то эмпатия, фокусировка, формирование день и прочее. Каждый из этапов детально описан, определяется перечень задач, которые решаются на каждом из этапов. В дальнейшем в статье приводится описание области применения дизайн мышления, а также критика данного метода, который ставит его наравне с такими общеизвестными классическими моделями внедрения программных продуктов, как итерационные, спиралевидные и каскадные. Если вас заинтересовала текущая статья, вы можете с ней ознакомиться. Ссылка на данную статью прикреплена к видео. В статье под названием «Международные стандарты финансовой отчетности в Российской Федерации» дается определение МСФО, которое определяет набор документов для подготовки финансовой отчетности для международных целей. В статье также приводится перечень организаций, которым обязательно подготовка МСФО, а также статьи МСФО, которые готовятся в рамках подготовки отчетности. В статье, помимо прочего, также дается описание двух подходов для подготовки МСФО, а именно трансформация отчетности и параллельный учет. Под трансформацией отчетности подразумевается преобразование либо от оборудованной сальдовой ведомости, либо от баланса по РСБУ, где РСБУ – это российский стандарт бухгалтерского учета. Это первый способ. Второй способ – это параллельный учет, когда вы все проводки дублируете в двух аспектах. Первый аспект – это РСБУ, и второй аспект – МСФО. В статье также приводится описание преимуществ и недостаток каждого из способов ведения МСФО, то есть отдельно для трансформации отчетности и отдельно для параллельного учета. Если вас заинтересовала тематика МСФО, то вы можете ознакомиться со статьей. Ссылка на статью приведена ниже. В статье под названием «Критическое мышление» как база оптимального решения при внедрении корпоративных информационных систем вводится термин «критическое мышление», который представляет из себя способность ставить под сомнение общеизвестные факты и информацию. Тематика «Критическое мышление» на самом деле обсуждается всевозможными философами, психологами, писателями, то есть эта тема не новая. В рамках текущей статьи дается описание процесса критического мышления в повседневной жизни с учетом того, что мы обрабатываем огромные потоки входящей информации и из нее нужно изымать только самое главное. Кроме того, в данной статье приводится тематика критического мышления также в проектах внедрения корпоративных информационных систем. И для того, чтобы более качественно подходить к вопросу о решении проектных задач, также вводится несколько подходов и методов с точки зрения критического мышления, как то метапознание, дедукция, проверка информации и фактов, системный анализ и прочие приемы. Если вы хотите узнать больше про критическое мышление, данная статья для вас. Во второй части статьи под названием «Методы проектирования организационной структуры и бизнес-процессов предприятия» при внедрении ERP-систем ведется детальный анализ низкоуровневых нотаций по моделированию бизнес-процессов. На примере нотаций диаграмма потока работ Workflow Diagram, где приводятся графические элементы нотации, а также несколько примеров использования, в частности Cross Workflow Diagram. Дальше рассматривается нотация диаграммы деятельности UML Activity Diagram по схожему принципу. Приводятся примеры на использование графической нотации BPMN SLD или нотации, которая называется диаграмма плавательных дорожек. Рассматриваются оставшиеся нотации, как то нотации из категории ARIS, нотации DFD, IDF3 и прочее. В дальнейшем работа подытоживается результатами, какие программные продукты существуют на рынке, которые представлены в разрезе графических нотаций. Часть из программных продуктов платная, часть бесплатная. И, собственно говоря, как некий финал статьи, дается область применения каждой из нотаций. Приводится итог того, что для проектов внедрения ERP-систем наиболее критичными являются те нотации, которые имеют графический элемент, определяющий ответственность того или иного сотрудника. Если вас заинтересовала текущая статья, вы можете с ней ознакомиться. В статье под названием «Управление отклонениями в проектах внедрения ERP-систем» описываются те механизмы, которые позволяют обрабатывать отклонения. Так как, собственно, отклонений может быть много, в статье вводится и дается краткое описание PMBOOK, определяются те 11 параметров, которые записаны в своде по управлению знаниями для управления проектом. Из 11 параметров, согласно PMBOOK, выделяются 4 наиболее значимые, а именно содержание, сроки, ресурсы и стоимость. И для них, видя формулу «срок равняется трудозатраты для реализации содержания, деленные на количество ресурсов», дальше задаются способы обработки отклонений. В частности, содержание проекта обычно только увеличивается. Для того, чтобы им управлять, можно дополнительные работы увеличенного содержания объема проекта выносить в отдельный подпроект. Либо, если содержание незначительно меняется, его реализовывать в текущем проекте. Дальше, следующий параметр для контроля – это ресурсы проектов. Обычно ресурсы, человеческие ресурсы, их требуется больше. Как их можно, собственно говоря, увеличивать при необходимости? Это либо распределение проектной команды, любой освободившийся ресурс человеческий, он отдается на дополнительные задачи. Дальше, повышение мотивации сотрудников. Либо вы вынуждены будете в случае потребности в дополнительных ресурсах их выводить в рамках отдельного бюджета, то есть у вас появятся дополнительные затраты. Теперь, для того, чтобы управлять отклонениями в сроках, здесь достаточно воспользоваться формулой. То есть, если сроки у нас увеличиваются, или вы их должны, наоборот, сократить. Единственный способ сокращения сроков – это либо уменьшение объема проекта, то есть содержание проекта, либо увеличение количества ресурсов. По аналогии со сроками можно управлять и бюджетом проекта. Если вас заинтересовала текущая статья, вы можете с ней ознакомиться. Ссылка на статью прикреплена к текущему видео. Продолжение следует...